Друзья, я хотел бы буквально несколько слов сказать о концепции нашей исследовательской группы перед тем, как передать слово Павлу, который вам представит некоторые результаты наших исследований. Как справедливо отметили предыдущие спикеры, действительно более тысячи человек принимали участие в стратегии 2020, в разработке, а между тем еще более 400 человек в регионах принимали участие в этом. И действительно столь существенная масштаба влечения экспертных сил в разработку программы национального правительства действительно не имеет практически аналогов. Такая ситуация в истории, и это, конечно, то, чем можно гордиться. Именно после публикации финальной версии доклада стратегии мы решили с коллегами начать молодежную дискуссию для систематического обсуждения положений стратегии. Когда мы начинали этот проект, мы действительно задумались над тем, какова роль молодежи сегодня. В России в России в России и в каково влияние молодежи на разработку тех или иных приоритетов. Все-таки пришли к мнению, что несущественное. И в этом смысле мы провели некие международные сопоставления и сравнительный анализ зарубежной действительности и российской. Оказалось, что в ряде европейских стран, к примеру, в Великобритании, в Шотландии, молодежные организации оказывают действительно существенное воздействие на выработку неких ориентиров внутренней и даже внешней политики. Молодёжные организации влияют на разработку стратегических ориентиров молодёжной политики, что логично. Хотел бы подчеркнуть, что, кстати, вот этот тезис о том, что российская молодёжь такая управляемая и зависимая, он часто слышится. Я слышал его, например, на молодёжном саммите «Большой восьмёрки», когда наши коллеги западные высказывали достаточно оскорбительное мнение о том, что российская молодёжь столь зависима от органов государственной власти. Но мы с вами понимаем, что это не так, что молодёжь не может быть зависимой, не может быть управляемой, она просто разная, слишком разнородная группа, слишком разнородный институт. Между тем, цель нашей площадки заключается именно в том, чтобы создать некие побудительные мотивы гораздо более существенному уровню вовлечения молодёжи в общественную экспертизу и к тому, чтобы, собственно, думать своей головой, ни у кого ничего не списывать, что представляется крайне важным в нашей сегодняшней жизни. Я полагаю, что вот этот комплекс мер позволит повысить в целом субъектность молодёжи и начать дискуссию об идентичности молодёжи и необходимости развития внутреннего потенциала. На первом этапе механизмом вовлечения молодёжи как раз и станет вот эта работа, связанная с анализом весьма серьёзного социально-экономического документа и весьма объёмного, кстати, на секундочку, там 864, если я не ошибаюсь, страницы. И, собственно, важным достижением является то, что уже часть студенческого сообщества России ознакомилась с этим документом. Самое главное – с первоисточником. Кстати, когда критикуют стратегию 2020, часто опираются на 25-ю интерпретацию какой-то статьи, но редко опираются на первоисточник. Действительно, надо приложить усилия, чтобы прочитать такой объёмный документ. А теперь коротко… В этом отношении больше всего повезло авторам манифеста Коммунистической партии. Там было всё, по моему стране, не помню, 20, да? Нет, по-моему, 40. 40, да, и многие из критиков его прочитали. Кстати, я знаю многих студентов, которые частично знакомились. Там действительно достаточно удобная концепция, выводы, поэтому не обязательно всё читать. А теперь коротко о промежуточных результатах. Мы действительно не так давно всё это придумали и провели пока 10 открытых обсуждений на разных площадках. И по результатам уже проведённых дискуссий были выработаны некие дополнения, назовём их так, к стратегии 2020. Хотел бы подчеркнуть, что наш проект основан на принципе преемственности. То есть, естественно, мы, безусловно, разделяем основной стратегический смысл стратегии 2020, который, очевидным образом, заключается в необходимости постепенной общей либерализации экономической политики и в том, чтобы уровень воздействия государства на экономический механизм вышел постепенно на понижательную траекторию. Но здесь можно, конечно, поспорить. Одновременно с этим отмечу, что, естественно, подавляющее большинство тезисов, предложенных в стратегии, мы разделяем. Но было бы глупо нам соперничать с Ярославом Ивановичем, Владимиром Ивановичем и докторами, профессорами. Я хотел бы сказать, что мы в большей степени вносим дополнения, которые касаются молодёжной политики, то есть тех сфер, которые напрямую или косвенно в большей степени касаются молодёжной политики, а таких, естественно, немало, чего стоит одно только образование. В заключение хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы продолжаем дискуссию, мы продолжаем наши обсуждения, поэтому всех приглашаем, это совершенно открытый формат. Важно отметить, что детализация главы и параграфов нашей молодёжной стратегии возрастает, и мы предлагаем и приглашаем всех к сотрудничеству в поиске серьёзных политических решений.